Я весьма признателен руководству ФАСА за инициативу о создании этого экспертного совета. На наш взгляд это вполне своевременная и объяснимая инициатива с точки зрения того, что табачная отрасль имеет дело с социально значимым продуктом. Табачная отрасль является источником существенных бюджетных поступлений. И естественно для нас правила конкуренции на рынке, открытые и понятные правила, обеспечивающие равноправную деятельность всех хозяйствующих субъектов, являются исключительно важным вопросом. Повышение конкуренции на любом рынке, а тем более таком жестко регулированном, как табачный, это безусловно стимул для экономического роста. Это отрасль сегодня, это мощнейший игрок экономики России. Безусловно, здоровая конкуренция на этом рынке, с учетом безусловно специфики продукта, а также при понимании приоритета задач государства в области здравоохранения, является для нас важным элементом. И та инициатива Федеральной антиконопольной службы, которая сегодня фактически позволила собраться всем участникам рынка вместе, с представителями разных органов исполнительной власти, а также с представителями Министерства здравоохранения, это и есть на наш взгляд наиболее правильный и цивилизованный способ совместно находить решения по всему спектру вопросов. Акценты мы договорились расставлять на тех вопросах, которые касаются компетенции ФАСа, то есть вопросов конкуренции. Затрагивались неоднократно вопросы борьбы с нелегальной торговлей, поскольку отрасль не хотела бы конкурировать с подпольным бизнесом, с организованным криминалом. И здесь есть резерв определенный, который ФАС могла бы реализовать. Рассматривались вопросы другие конкурентные, связанные с законодательством по ограничению курения, в частности, такими вещами, как ограничение закрытой выкладки товара в точках продаж. В общем, для всех участников дискуссии было понятно, что в существующей жестко зарегулированной реальности, в которой находится отрасль, очень важно взвешивать любые ограничительные меры, оценивать их с точки зрения их правоприменительной практики, возможности достижения той цели, ради которой эти меры принимались, а также анализа их влияния на конкурентную среду. Именно в этом, наверное, и заключается специфика рынка и специфика продукта, что, по сути, он должен регулироваться. И это все участники сегодняшней дискуссии понимали. Но также это регулирование не должно все-таки приводить к нарушению принципов конкуренции. Надатство Российской Федерации было отмечено не так давно Всемирной Организацией Здравоохранения как одной из наиболее прогрессивных. И оно привело к снижению распространенности потребления табака с 39%, это был мировой рекорд на 2009 год, до 31% последние данные в ЦОМ. Я думаю, что Федеральная Антимонопольная Служба и другие органы, кстати, власти даже руководствуются интересами населения в целом, страны в целом. И я надеюсь, что обсуждение будет все-таки в конструктивном ключе в плане устранения каких-то нерациональных практик, не имеющих отношения, не оказывающих воздействия на общественное здоровье. И вот устранение такого вот ухода от уплаты акцизов, который реально влияет на уровень конкуренции. Мы договорились, что руководство экспертного совета от ФАСа сформирует повестку дня и надеюсь, что у нас состоится предметная дискуссия с участием как игроков в отрасли, так и регуляторов по всем этим вопросам. Подобная дискуссия, открытая дискуссия, всесторонняя дискуссия, учитывающая все точки зрения, это именно тот правильный путь, который позволит совместить все задачи, достичь по большому счету максимум успеха в развитии и регулировании табачной отрасли.